На Таганай редкая птица погибла из-за того, что запуталась в выброшенной кем-то рыболовной леске. Ее труп обнаружили на берегу Тесминского водохранилища. Это стало большой потерей для национального парка. Его представители обратились к туристам. Все подробности в репортаже. Эта птица была единственной чомгой, прилетевшей на Таганай. Пернатая хотела обосноваться на Тесминском водохранилище, но запуталась в рыболовной леске и погибла. В нацпарке рассказали, мусор, оставленный туристами, уже давно стал тут серьезной проблемой. Ранее тут находили животных и птиц, погибших из заброшенных бутылок, пакетов или окурков. Погиб из-за беспечности человека, и этот кот, хвостатого по кличке Степан, привезли из Курганской области. Там разбушевались пожары, и котик сильно обгорел. Несколько дней волонтеры из Челябинского приюта Лис спасали животное, но потом ему резко стало плохо, спасти его не удалось. Сейчас в приюте остается еще несколько кошек, которых спасли от курганских пожаров. У всех у них сильно обгорели подушечки лап, а у этой Багиры пострадали еще и уши. Не бойся. Сегодня ушки обработаем, сходим к врачу. А этого кота забрали волонтеры приюта три товарища. Хозяин от него отказался. Челябинцы назвали его пеплом. Прости, пацан. Страдают от лесных пожаров и другие животные. Этого медведя сняли на обочине в соседней Свердловской области. Люди предположили, что зверь спасался от огня и свалился без сил прямо на дороге. А этого лосенка нашли в районе поселка Каркодин. Из-за пожаров малыш потерял свою маму, детеныша нашли местные жительницы. Данькина соска, как пригодилась. Не говори. Оставлять лосенка у себя люди не стали и передали его егерю. Пока малыша откармливают козьим молоком и надеются, что скоро найдется его мама. Понадобилась помощь парнокопытному Иваше. Там на остром заборе повисла корова. Животное обнаружили рядом с профтехучилищем. Как она там оказалась, непонятно. Для того, чтобы снять ее оттуда, понадобилось приложить немало усилий. Не исключено, что корова получила травмы. Понадобилась помощь и коту Андрюше в Златоусте. Хвостатый забрался высоко на дерево, а вот спуститься вниз побоялся. На истошные крики мурки откликнулся сотрудник Росгвардии Вячеслав Чуркин. Мужчина бесстрашно забрался на березу и спас котика. А этому псу из Челябинска ищут нового хозяина, ведь прежний его бросил. По словам автора видео, недавно в доме случился пожар. После него мужчина решил продать участок. И собака, видимо, стала не нужна. Ну ладно тебе, босс. Ну ладно тебе. Смотри, какой ты красивый мальчишка. А тетя вкусная принесла. А, босс? Челябинка уверена, что отпускать на улицу животное нельзя, ведь его растили как староживого пса и даже обижали. Поэтому он может проявлять агрессию на людей. Осталась без хозяина и эта собака. То, как животное бегает по улице и ищет его, снял на камеру очевидец. Как рассказали местные, ранее собак увидели в компании двух нетрезвых мужчин. И вот, видимо, товарищи настолько напились, что потеряли питомца.